друзья сегодня мы поговорим о настоящем программировании то есть все наверно сталкивались кто пытался изучать программирование что например если мы читаем какую-то книгу то ничего не можем запомнить это нормально например в 2009 году я пытался войти в php си шарп при этом я не понимал как войти в язык при этом я не знал что мне лучше изучать или например php или си шарп и и пока не набрел на поэтому сегодня прошло восемь лет сегодня я рекомендую потерпите немножко сейчас перейдем к основной теме сегодня я рекомендую изучать несколько языков и мои рекомендации на чем основаны ребят сейчас важно воспринимайте на слух значит смотрите языков много языков 2000 если мы берем python то для меня на сегодняшний день после 8 лет до программирования понятно если мы язык используем ежедневно значит это тот язык так вот python вы сейчас находитесь допустим перейдете на сайт это сайт на джанга то есть на языке программирования python я его использую по сей день на python можно написать все или почти все второй язык который я бы рекомендовал изучать новичку это котлин ребята котлин это очень простой джава примерно сделанный по принципу пайтона джава сложный язык и допустим за восемь лет я себя так и не сдвинул изучать джава почему потому что не потому что он плохой потому что я не хочу проводить время за написанием кода я хочу писать приложение справа на котлин строка слева тот же кот на джава 40 строк и одна строка есть разница но при этом котлин это тот же мощный джава и сегодня все больше людей переходят на это в общем почитайте строк нажмите быстрый старт котлин быстрый старт выберите котлин исповедь программиста как правильно выбирать языки но мы сегодня будем говорить о настоящем программировании в школе я начал вести людей то есть постановка программирования и результаты хорошие вот данном случае человек пишет на двух языках и многие ребята школы делают при этом тоже начало происходить из жанга если вы совсем новичок кстати ссылка на сайты которые я показываю в описании видео то конечно вы будете идти сначала с pro365.net где изучаем из язык программирования от а до я вот здесь начало курса изучения но бесплатно вы просто просматриваете первые 30 уроков и потом продолжение продолжение тоже все на одной странице смотрите курсы но что это изучение или постановка языка нет будем говорить так что здесь вы знакомитесь с технической стороной языка постановка языка это совершенно другой процесс его нецелесообразно проводить в виде занятий уроков школе более уже наверно 13 или 14 я имею на на всех сайтах школы более 14 наверно суток видео потому что видео добавляется постоянно и здесь мы работаем жанга работаем скотлин все идет спокойном режиме нажимаем на значки и вперед постановка языка возможно только как бы с преподавателем и когда появились такие люди мы начали работать но работать определенным способом впервые эта методика была применена на сайте котлин в чем ее суть ее суть в том что мы работаем с функциями функции это рабочая лошадка и легко это увидеть если пойти сейчас секундочку так если пойти посмотреть курсы то легко увидеть идем котлин с нуля переменные и сразу функции да потом важные вещи то есть по сути дела что мы делаем мы начинаем с изучения понимания функций а потом в пределах функций изучаем и переменные все прочее но это и есть настоящий код ребята то есть это те вещи которые вы будете использовать далее если вы увидите вот у меня поэтому тут много много сообщений это и есть то работа с ребятами но именно я рекомендую когда вы дошли на сайте pro365.net до функций вы начинаете работать еще и с группой этого нигде нет в интернете вы можете сюда писать свои задания я буду вас направлять и с начала мы работали с функциями то есть грубо говоря человек данные за пять месяцев пишут уже на двух языках но потом он начал торопиться и перешел классом да вот мой вердикт то есть то что человек пишет на классах это уже отрадно но на самом деле я ему сказал сергей это неправильно и вот последнее сообщение я ему написал я не хотел вам ранее говорить но сейчас вы готовы например читая лучше как учебник человек не сможет программировать читая часть вторую программирование на поэтому человек так и начнет писать код можно ли сказать что лучше не прав нет нельзя первая часть лучше лучше это справочник и он века великолепен как справочник вторая часть это примеры программ но ведь мы с вами думаем совсем по-другому так как программы оказывается вы уже сами пишите разница в том что я вытягиваю с человека эти программы то есть сергей работает сам когда-то я ему дал еще когда мы работали с функциями написал техническое описание зоопарка сказал вот это надо писать он писал на функциях потом сам перескочил на классы и тут объявилась масса дыр который сейчас мы начинаем перекрывать то есть грубо говоря он побежал вперед и как большинство людей которые бы изучали лучше да то написал бы код оказывается что код написал не туда и не сюда так вот опять же ребята в данный момент вы слушаете всего лишь фрагмент который происходит сейчас в реальности в школе да и вы обязательно до него дойдете и просто я показываю ошибки не обязательно начинающих программистов программистов которые быстро вскочили в язык и когда сергей написал первый код но ведь перед этим я щас поясню мы с ним давайте посмотрим я не зря ему задавал вопросы сереж я вижу что в чем что мне бросил за за что человек себя вот он взял в классы то что в классике считается там посмотрел там цель и он начал писать и я вижу что человек себе бас и ручник на пять щелчков за челкнул не потому что он плохой или хороший а потому что у него знаний стиля программирования нет при этом я не учу что вот это стиль плохой это хороший я просто хочу сейчас на данный момент до него донести что есть стиль программирования и он должен включать полное понимание структуры программы до начала разработки есть дойдет ли он до стиля до через три четыре года дойдет но если его вложить на первых шагах он выработает свой стиль но через три четыре года он будет писать код который даже если по он вот таким путем пойдет как он сам до пошел бы то в принципе ему понадобилось лет 8 9 а так через четыре года он будет писать такой код что грубо говоря новичок взглянет и думает боже мой как так научиться писать все просто надо правильная постановка языка начинали мы с простого потом он залез в классы я еще писал вот уроки как не нужно изучать объектно-ориентированное программирование и теперь мы пришли перешли к практике перед этим я не зря как говорил вам сейчас это вы будете идти по всем записям я не зря начал задавать а что такое сельф потому что такие вещи да то есть ссылки то что является клеем объектно-ориентированное программирование люди прилетают ну сельф и сельф оказывается у него много мыслей сергей написал сельф но вижу написал где-то нашел но вижу пишет но не понимает тогда я ему сбросил код посмотрите код попытайтесь найти стиль и наконец-то в принципе я добился того чего хотел то есть я переписал свой код зоопарка ребята это новичок он переписал код то есть понимаете разницу между чтением того же лутца где просто показана программа и человек воспринимает но не понимает в данном случае сергей переписал свой же код у него теперь есть выбор у него можно программировать так и можно программировать иначе но вопрос том что он сам его написал и это начало да человек пишет код это вот пять месяцев я ему написал я увидел но не до конца не до конца я я хочу от него на самом деле сейчас добиться чтобы у него появился стиль программирования я не могу его показать потому что тогда это будет моя мысль я должен чтобы он к этому пришел сам при помощи моих советов и на наставлений с чем это можно сравнить ну представьте ребят сравнить это можно с тем и каждый из вас с этим сталкивался вот у нас есть огород да ну представили огород пусть прямоугольный там 30 на 30 на 30 метров вы приходите в первом случае на огород и начинаете копать копали 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 там копали наделали грядок начали садить потом когда все посадили оказывается думаете да мне не надо столько фасоли потому что она половина площади занимает я хотел бы картошки большую часть засадить вот тут бы лучше я посадил укропчик слева две грядочки там три ну а что ж хотели ведь мы садили огород без проектирования конечно было проще и эффективнее сначала разметить грядки вот тут будет лук вот и вы все то есть полный план огорода и тогда бы было то что вы хотели но а что вы думаете в программирование не так чем отличается программирование от чего-то другого от построения дома да ничем лишь тем что это продолжение мысли да наша этого мы тоже добились что теперь в данном случае участник не воспринимает язык как нечто отчужденное он он просто напросто думает как это реализовать и потом технически всего лишь ему надо язык как это прописать в коде все просто но язык является нормальным продолжением так вот сергей вы делаете успехи при том большие заметьте я вам не говорю этот код верный а другой неверный моя задача заострить ваше внимание на том чтобы искать свой стиль понять что писать можно по-разному ваша цитата здесь я переписал свой код зоопарка пожалуйста я вам пишу представьте два варианта кода и поясните очень подробно я понимаю чем вы говорите но не уверен понимают ли другие приведите сравнительный анализ глубже поймете сами и это еще не все то что вы заметили это большой прогресс но это не все это вот кто что я говорил про огород до сих пор у вас нет стиля проектирования кода опять же если посмотреть в конец кода киви а я ему не зря сбрасывал код киви где действительно есть явное проектирование кода очень удачно и он уже применил но применил в плане сель да в плане выделения места на нем можно увидеть подсказку сегодня вас носит а мне бы хотелось видеть что у вас есть какой-то стиль проектирования и начало программирования приложения я не буду дальше читать я поясню на словах понимаете по это но п есть два пути первый путь неэффективный которым принципе довольствуется большинство людей это берем программу улутся там да допустим и делаем да мы поняли как делается эта программа но другое приложение мы писать не можем по одной простой причине потому что мы не начали сами думать нас не направили так вот у меня уже достаточный опыт и все эти вещи о которых я говорю именно у меня и были с запозданием а мне бы хотелось чтобы было это по другому в школе ведь реально люди пишут на двух языках уже пусть это не еще не совсем на профессиональном уровне но человек пишет на двух языках пишет сам на классах то есть он пишет сам значит он это может делать и каждый из вас это может делать только наверное от преподавателя от меня зависит всего лишь направить вас правильно а все делаете вы сами так вот смысл такой сейчас я от Сергея хочу добиться чтобы у него был свой стиль проектирования и выражался он в конкретных вещах чтобы код был написан начало кода да сразу всего приложения согласитесь тогда когда человек там где-то себе нарисовал приложение потом в коде прописал еще не написаны все методы все функции но уже приложение оно очерчено конечно понятно тогда легко работа с приложением можно записывать мысли пока у Сергея я этого не вижу и если это сейчас не дать то он будет дрейфовать еще год два три потом он придет но время будет потеряно будет каша голове эти годы а нам надо поставить таким образом чтобы каша это исчезло сейчас и при этом заметьте еще раз важно я повторяю я ему не говорю что вот будешь писать именно так я говорю что давай приобретем стиль а ты его будешь потом оттачивать под себя но если есть стиль есть порядок есть порядок в голове попробуйте в комнате в которой вы сейчас в данный момент находите наведите бардак а потом попробуйте найти что-то будет сложно ведь порядок в комнате когда вещи на своих местах это и есть ваш стиль вашей комнаты если сказать упрощенно так вот в программировании тоже должен быть порядок если порядок то легко работать легко дополнять и приложение будет расти пока мы идем если взять бы график да есть допустим ноль и есть там минус один минус два минус три вот если взять стиль программирования сразу за основу то человек пойдет с нуля и потом плюс один плюс два плюс три то есть начнет быстро двигаться если вообще грубо говоря как вот это изучение там по учебникам написал программу понял не понял то это идет и не учитывая стиль то это идет программирование от минус двадцати пока мы до нуля дойдем да потом оказывается что время потеряли оказывается там можно было по-другому сделать значит наверное есть важные вопросы и потом я ему сказал вот вы уже кучу кода написали а мы пойдем потом сначала в ООП я хочу сказать о том что то же самое я вчера записывал джанга но там немножко другой подход не надо путать пайтон ООП с джанга да например конкретно с фреймворком здесь иной подход я сейчас поясню почему вот я вчера записывал видео вчера записывал проще способ максимально быстро овладеть джанга чем этот нет я его тоже добавлю это видео так здесь действительно есть человек в школе он пишет сайт для риэлзовского агентства то ли для себя я это не важно важно что у него сайт по недвижимости я рассказал что здесь код простой и для новичка это любо дорого так это работа с фреймворком вот здесь метод просмотра как писать он будет работать на 200 процентов с языком программирования с постановкой языка программирования метод написания программы не работает ребята потому что как я сказал вот мы затратили кучу времени на тот же self хотя он его использовал но не допонимал сейчас переписал код уже вижу понимает в языке есть определенные базовые вещи это как клей и блоки клей и блоки на которых держится язык их надо понять сразу есть ли они например лутца есть но они там просто как строчки и скорее всего читающий не скорее всего 100 процентов их пропустят почему потому что вот это прочитанное в виде визуального образа оно у него не будет в голове всплывать оно начинает всплывать через 6-7 лет но если человека в данном случае как делаю я направлять то мы проявляем это прямо сейчас понятно что наработанные этими вещами это будет работать человек поэтому данный человек и программирует уже на двух языках через пять месяцев и уже ООП пишет почему потому что вот эти базовые основы мы проявляем сами сейчас которые если на самотек пустить спонтанно проявится у него конечно проявится через 7 лет примерно а если сейчас значит через 7 лет он будет писать такое кодище что мама не горюй поняли да ребят ну и те кто начал с этого видео и спрашивает вопрос буду ли я писать ребята в этой школе пишут все я сам только не так давно начал ценить свою школу если честно сказать когда начал получать сообщение что я поменяла работу я переписал сайт вот ну поэтому и почему я так подробно работаю вот в данном случае с человеком и другие ребята пишут потому что просто для школы я хочу сделать такой вот путеводитель постановки языка правильной постановки языка именно когда результатом должно быть когда человек действительно начинает писать для тех кто начал с этого видео ссылки в описании видео спасибо спасибо